Ах, классическая музыка. Сколько утонченности и красоты в этом словосочетании. Знаете, иногда так и хочется вернуться в 17 век, чтобы вновь почувствовать то время, когда музыканты еще знали, что такое нот. Вернувшись из этих глубокомыслых раздумий в наш суровый реальный мир, я призадумался. А есть ли в наше время музыкальный жанр, имеющий такую же сложную структуру, который был бы таким же богатым на гармонии результатом высшей нервной деятельности, и таким же оху**ным, как то, что мы называем сегодня классической музыкой? И тогда я подумал, Гибсон не в глотку, это же... Грайндкор! Так, стоп-стоп-стоп, я уже прочувствую вашу реакцию на подобное заявление, но поверьте, я смогу вас убедить. Кхм. Итак, начнем с истории. Историческое понятие «классическая музыка» или «музыкальная классика» связано с эпохой классицизма и ее поздним просвидительским... Так, ладно, все с этим понятно, она, короче, древняя, да х**а. Так, ладно, а шо у нас со вторым кандидатом? Грайндкор, экстремальное направление рок-музыки, первоначальное возникшее в результате смеши... Так, где тут год? 1900... О, 1980-ый! Е***** наоборот, я тогда еще не родился! Тогда еще Брежнев не умер! Короче, я думаю, что мы должны согласиться, что по этому пункту у наших двух жанров абсолютное равенство. Дальше. Следующий пункт. Гармония или богатость и утонченность музыки. Ох, вы только послушайте, сколько здесь акцентов, гипербол, смен тональности и какие сложные прекрасные мелодии. Но и грайндкору есть что противопоставить. Если в классической музыке идет очень изящный выбор нот, то в грайндкоре гениальность музыкантов позволяет играть все носы сразу! Ах, вы только посмотрите на эти великолепные хроматические пассажи! Так, что мы еще можем сравнить? Ээээ, вокал! Так, эээ, смотрите, какая опора, какой контроль голоса, какой профессионализм и нижнейшая вибрато академического певца! Но вы только посмотрите! Голос вокалиста грайндкор группы настолько перенасыщен обертонами, что он может одновременно петь несколько партий! Для невежественного уха это звучит просто как хрип! Абсолютно без всякой тональности мелодии, но вы должны тренироваться, чтобы понять всю истинную красоту Биг Сквилла! А теперь главное, структура! Академическая музыка славится своей сложнейшей композицией, с мягким вступлением, развязкой, неожиданным поворотом с шуткой про Джоджо и, наконец, кульминацией с последующим заключением! Ну и вот, всем таким! А хотите знать, как выглядит кульминация в грайндкоре? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА